добрый день всем здравствуйте сегодня в работе наш семейный автомобиль старички на моем канале видели не один год уже автомобиль древний классический ну естественно нет нет возникают неисправности иногда данной ситуации что произошло произошла вот такая вещь короче видимо устал жить на этом свете подшипничка и его размолотила обойма горячая все это горячая что-то произошло вначале подумали что колодки сносились нет там колодки еще хорошие а подшипник ступица горячая приказал долго жить значит сегодня что у нас правильно домкратик кстати похвастаюсь новый домкратик фирма деко реклама на канале маленький двухтонный как раз для жигуленка удобненько и хорошо ладно сегодня не про домкрат но хотя он тоже будет мелькать сейчас домкратим снимаем суппорт выкручиваем центральную гайку и снимаем целиком весь тормозной диск будем смотреть самое главное чтоб там а обойму подшипников не провернула самой ступица то придется весь диск заново покупать но смысле ступица не хотелось бы не хотелось бы износа еще нету на самих диске а вот ступица в общем будем сейчас вскрывать и смотреть ну естественно помогать во всем этом безобразии будет наш новый наборчик ну естественно естественно реклама опять видим фирма дека просили нативную делать она на допросили нативную рекламу делать ребят не буду называть какая фирма не скажу что реклама наборчик очень хороший главное в нем есть все один раз положил можно не бегать по всему гаражу сидит и ковырять было откручено два болтика м10 и вот теперь суппорт снялся на колодочке еще 50 процентов износа откручиваем центральная гайка на всякий случай ребята здесь у нас левая резьба на правом колесе есть сдернулся лучше надо вскрывать смотреть по-моему выработка вот пальцем ведешь ну как конусом вовнутрь сейчас микрон так ребят мы видим с вами что у нас минус десятка износ тут должно быть минус две соточки скользящая посадочка а тут минус десятка а вот снизу прям ступенька пальцем чувствуется вот я сапфа ухуйка на ой сапфа поломанная она сейчас тупится еще посмотрим либо там обойму не провернула тут что-то еще снаружи на подшипникам тоже видать его раскатала он не вылазит он конус на должен просто раз и выскочить его что-то держит ладно пошли на верстак ну вот на что стал похож подшипник ребят короче где-то куда-то чего-то не хватает если отмыть я думаю это будет 6 синие ладно разбираем до конца разбирается просто берется проставочка бьется туда бьется оттуда при помощи молотка на оправочке ну короче стукать он уже выпал так это тоже выпал это наружные обоймы внутренние чтоб достать надо отмыть от грязи и упереться да или хотя бы в общем сейчас вытираешь вытер всю мазуту выбиваем аккуратно внутреннюю обойму это до стола уже дошел она легко и вот и наша обоим очка вы выкрашена по еженая все от дорожка понятно но здесь вот тоже она не синяя но она уже тоже выкрашена по это все бои так но радует то что мы выбивали обе обоймы выбивали значит они у нас не провернулись и посадочные места сохранились остались целыми это замечать то бывает ваш провернет обойму и тогда приходится ступицу менять то есть мы тут пару тысяч наверное сэкономить но нам придется менять осенку на самой части то есть поход магазин все равно остается актуальным да нам надо теперь будет купить ось на полном кулаке оба подшипника сальник банку смазки тормозные колодки сразу до поменять ну раз залезли ну можно так все вперед магазин дальше чтобы вставить подшипники берем какой-нибудь самый ядреный растворитель смачиваем тряпочку и тщательно там все вымываем от остатка кстати мне многие писали деда машина и масло и солидол растворителя мне снимаются вот он ребят ребят все чистенько все снимается все обезжиривается эхо диваны эксперты вы хоть бы интернет посмотрели а потом комментарии писали ладно вытираем все тщательно обезжириваем от старой грязи мусора красиво вот эту вот эту вот у вас у попробуй стереть речи кстати да вот это вот не говорите что это трещина это когда болталась и горячая летом вот такие следы тормоз колодок остаются они аж барабан горячий запечатывается и вот это все туда короче но это не трещина ребят это следы от колодок это нормально так все тщательно тут все вытерли обезжирили убрали пыль стружку грязь и можно теперь заколачивать сюда свежие пашечки для этого был куплен специально ремкомплект 0 копейка цена 430 рублей я не знаю на ваши деньги это сколько на наши столько так где-то тут еще открываются спрашиваю дед что ты ногти не стригешь вот для этих целей ты как удобно раз вскрыл а если я был стрижен и мне бы пришлось ножек искать фигню и всякой страдать так смотрим что мы тут имеем имеем наружный подшипник внутренний подшипник саленблок и на всякий случай сразу дают две гайки с левой и правой резьбой они же не знают на какую сторону будем подшипники ставить хорошо так сами потом ну и все забиваем опять же используем универсальный скрывной ноготь достаем подшипник аккуратненько достаем вынимаем внутреннюю обойму оставляем только наружную это чистенько ложим на белоснежно чистую стерильную тряпочку чтоб он не выпачкался и забиваем как бы все обезжиривали и теперь ребята на сухую туда ничего нас плохо идет поверьте мне как мужчине с опытом на сухую заходит поэтому теперь смазываем смесь свежей смазочкой вставляем обоймочку берем специальную оправочку под 204 подшипник ставим не аккуратно туда и все засаживаем вот она сидит хорошо и крепко вы ребята видите внутренние обойма внутри тоже болтаюсь нехорошо она должна плотненько сесть тогда сделаем по-другому разбираем опять все аккуратно теперь алюминиевой проставочки выбиваем обойму она новая еще не должна была прикиснуть да довольно легко идет ребят если пока там в мазуте была прикипевшая она тяжело выходила это довольно легко хоть бери и меняй ступицу но мы этого делать не будем попробуем использовать современные технологии опять все тщательно обезжириваем берем фиксатор резьбовых соединений или фиксатор цилиндрических соединений вот так вот все это промазываем короче будем использовать современные технологии и посадим подшипник на полимерный композит сел ну ребят поверьте моему опыту это примерно сейчас пальцев видели она так плотненько пошла вот эта штука позволяет до одной десятой миллиметра спокойно снимать и до двух десяток уже так под вопросом мы здесь компенсировали буквально одну две соточки классно так все это мы будем считать на месте да так и теперь переворачиваем и попробуем ставить вот эту вот обойму так берем новую обойму ну тут прям плотненько ребят так что опять же берем оправочку и пытаемся это все туда ну здесь ребят прям плотненько все ушло все хорошо ребят сразу собираем наружный подшипник потому что он потом закроется еще сразу и санечка манжетой но перед сборкой желательно его сразу же и промазать а будем использовать такую синюю смазку универсальный шпатель набираем не жалеем и прямо так вот ролики все прокатываем втираем и прокатываем втираем прокатываем так это заранее лучше сделать заранее собрано виде пока не там промажутся поэтому так вот мануальная терапия все вручную смазываем как на лучших заводах бугатти да бугатти ручная сборка 2102 так ну вот ролики прокрутили надеемся что туда спала набиваем смазка вот здесь а вот так вот не жалеем ребят вставляем подшипничек и так типа типа мы его прикатали чистота зовут здоровья сама сам сами понимаете и берем теперь наш санечек манжетку опять же оправочка специально для этих целей вставляем и забираем вот это делать на прессе ребят тут под молотком вот такие вот перекосики происходят это плохо это плохо с первого удара надо умудряться как-то так прям можно конечно не играться молотком а проявить 80 уровень слесарного навыка и сделать это все одним могучим ударом если не порвем посадить примерно вот так но я его по моему сильно забил так и теперь делать двое скилл слишком велик для этих тех машин за скилл показал не 80 95 уровня и пробил подшипник слишком низко туда сальник сальник сам да то есть теперь это все что правильно вытаскиваем потому что это браку рабочий ух ты короче я теперь трахаюсь вытаскиваю сальничек и придется вставлять другой и так ребят видели да что происходит если взять оправочку для забивания подшипников и попробовать забить ей сальник он пролетает и ломается взяли другой сальник берем другую оправочку чтобы была плоскость которая добьет сальник до этой плоскости и тогда все становится логически и понятно вот теперь она все классненько ну и все ребят внутренний подшипник поставлены наружные сейчас надо будет забивать все это литолом смазкой одевать на ось вставлять это все забирать закручивать час этого пока делать не будем нам надо сейчас поменять сначала а где этот палец но для этого сначала надо нам поменять все таки саму поворотную салфу вот этот кулак с вот этими осеночками вот и потом уже будем собирать до кучи поэтому сейчас маску можем так ну вот сейчас вставили рассухариватель или разжиматель шаровых опор верхняя нижняя распиратель распиратель распихиватель в общем сейчас на димке тут мешают камеры в общем он сейчас это все раскручивает снимаем шаровые опоры и так сняли шаровые опоры с рулевой цвап из этого с кулака и поняли что нижняя шаровой уже умерла ребят а просто никакая уже аж гримит поэтому замена тормозных колодок про он плавно перерастает в переборку передней подвижки есть вот такая усиленная нижняя шара у нас такая могучая крепкая с какого-то ролейного автомобиля даже резьба там внутри у нас нарезана в общем поставим сейчас крепкую могучая для зрителей сделай контроль на тяга это это даже лишняя ну тяне и разгибаем фиксаторы открутили рулевую сушку пока я тут перезаразал телефон памяти можно все поснимал в общем вот так это все выглядит вот вот так и вот этот вот наш рулевой палец цапфа кулак рулевой в общем как хотите это зайти осенка сожрата и поеденная вставляем новое могут все почистили подогнали прибрали и теперь вставляется же новый пальчик новая осенка вставляются новые болтики в общем сейчас колхозим все кучу собираем тут вот эти вот закладные еще надо сделать тут же еще этот шапфа рулевая сразу сколько водных всяких надо делать чтобы это все попало но самое главное вперед вот эти вот штучки попасть чтобы они закладные вот эти контровочные чтоб не мешали ну вот вроде бы удалось это сделать практически с первого раза и наш поворотный кулак в итоге собран опять сборе там их 4 штуки все надо контрить ну и все теперь осталось одеть это все на шаровые опоры ну в общем все это затягивается обтягивается ну вот все пальчики шаровых опор встали гаечки новенькие закручиваются затягиваем обтягиваем вот как ключом крутить смысл показывать пошла сборка ну и все шаровые закреплены все закреплено ну а теперь осталось ну а теперь осталось одеть саму ступицу а потом и рулевую ну пока я собрался идти за ступицы а дима тут решил по-быстрому заменить колодки тормозные я не знаю стоит нам снимать ролик по замене тормозных колодок напишите в комментариях а я пошел за ступицей итак ребят без напильника не обходится сборка нашего автомобиля к сожалению а тут была нарезана резьба заново все но на ней были такие заусетки в глубокие что приходится только напильником подрабатывать все это иначе даже гайка не зацеплялась так вынуждены взять старую гайку старой гайки прогнать новую резьбу вроде бы что-то пошло разбаловались мы на иномарках берешь и закручиваешь берем новую гаечку вроде бы зацепилась да пошла очень-очень плотно пошла такое впечатление что резьба немножко снимается как будто резьбу в гайке нарезали тупым мячиком но с одной стороны хорошо конечно плотно идет не болтается вот так рычагом приходится прогонять гаечку но что поделаешь мало то что машина советская так еще технологии изготовления уже давно утеряна технологии давно забыты цивилизации да обидно и так здесь все собрали прикрутили навернули пока дима набивая смазки показывают колодки тормозные тоже замененные ну и сейчас надо обильно 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 все это смазать смазочка вот тут привалочная плоскость у сальника и вот туда вовнутрь прям в подшипник можно не жалея прям пальцем накладывать синяя молибденовая там с чем-то там в общем супер-пупер с какими-то присадками я вот так вот вот по умничьи вот это вот место пацанечек вот я типа типа я помогаю ребят и помазал он тоже я тут помазал дима там полкило уже наложил нормально надо еще вот тут да 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 вот там обязательно смажь синенькой молибденовой антизадирной полетели чё не так чё она не садится очень плотно слишком плотно сейчас оденем вот этот сальник что там получилось по по ноге суппорт голенью поймал как там в той передаче был я горит уже восьмой раз этот кадр снимаем три разные яйца поймала суппорт на ногу дними упал он его опять положил еще раз я сюда подшумку одеваем ступицу внутренние подшипники внутренний подшипник внутренняя обойма на осеночку плотненько одевается в плюсе скажем так и вот теперь вставили сюда подшипник и потихоньку потихоньку так по пол оборота задавливаем прокручиваем задавливаем прокручиваем ставится все это на место затягивать много миллиметров примерно 15 придется дальше будем затягивать и подтягивать уже вместе с колесом иначе у нас сил сейчас не хватит теперь выкручиваем выкручиваем и вытаскиваем этот подшипник и забиваем теперь уже этот наружный подшипник обильно смазкой теперь туда надо много много напихнуть смазки многие скажут ребята грамотные особенно мастера что есть специально пистолет для забивания консистентной смазки да есть такой пистолет лежит в гараже лежит в гараже но так неохота за ним идти пальцем надежнее а то вы все время пишите нам да если бы у меня был инструмент да если вот пальцем руки есть сможете ребят ушами прохлопал дима такую красивую шайбочку уже поставил масло туда все забил и все гаечка с левой резьбой сейчас предварительно натягиваем а окончательно зазоры и люфты кондусных подшипников будем с колесом уже делать у нас рычага не хватает для проворота всего это видео туго надо будет потом ну а сейчас пока миш надо суппорт одеть колодки под стать смазки вода колодочки новенькие все это новенькое налезет или нет или надо еще колодки раздевать колодочки раздвинули вот там есть внутри пара гаечек болтика вернее они хитрые книга короче сейчас вот их закрутим и все вот это я уже вообще обнаглел суппорт затягиваю электро инструмент удобно если чего это была реклама так ну и все ставим колесо аккуратно чтобы не напылить до аккуратненько чтобы туда в центральную гайку пыли песка не насыпать вот сейчас ребята сейчас ребята это не реклама вот такого большого гайковерта от фирмы дека нам еще не прислали так ну наверно все слышали могучие шорканье это притираются новые подшипники это нормально а там еще и колодки да блин а я хотел потроллить народ ну ладно ну вот теперь по инструкции ну сейчас полностью затягиваю чтобы чуть ли не заклинило до упора и четверть подожди до упора покрутить при колесо увешану раскручивается еще еще да нам надо убедиться что там она села на этот можно даже ногой постучать по колесу да 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 вроде не ослабляется да уже так еще затягивай я понял это же у димки веса в три раза меньше чем у меня ребят я не буду затягивать а то придется обойму потом менять полупаются да так все затянули а теперь 90 градусов в обратную слабо ослабляем да вот это да 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 90 градусов в об теперь колесо крут не но это колодочки притираются данное место становятся и все теперь надо взять какой-нибудь супер-пупер тупое зубило у нас есть старая советская отвертка и сейчас вот тут вот надо вот такой вот ну вот все заклинили вот так вот проворачивание то есть тут все хорошо теперь надо взять родной колпачок очистить его от старой грязи и забить свежей смазкой прошло началось а давай еноту отдадим и так почистил крышечку набил свежей смазочкой и теперь сюда просто плотненько она вот одевается одевается плотненько с легенького молоточка сейчас поплотнее забьет на рукой неудобно ну вот принципе ребята все ремонт машины окончено осталось сейчас его попоснять с новенького нашего домкрата это абсолютно не реклама домкрат от фирмы дека 2 тонны ссылочки в описании опуская машинку и знать что получается слегка загудевшие подшипники вызвали за собой замену вот этого кулака потому что осенку сожрала параллельно пришлось заменить нижнюю шаровую потому что она болталась уже да естественно сами подшипники сальники заменили ну и параллельно еще вот поменяли тормозные колодки хотя именно на тормозные колодки и было первое впечатление потому что когда ехала машина вроде бы как и даже не сильно и шумела но когда начинали тормозить ляск штреш треш крежет и так далее так что ребят обращайте внимание на состояние своих тормозных колодок но и заодно поболтать и вправо-лево колесо а вдруг там уже пора менять пошивники ну на этом все нет не все но я не буду уже показывать мы сейчас делаем замену сразу тормозных колодок на второй стороне посмотрим на состояние нижнего шаровой на второй стороне если этого вышло из строя наверняка там тоже жена не очень будет а на этом я с вами прощаюсь ремонтируйте свои или соседские автомобили будьте здоровы всем он такой привет по диагонали всем пока и 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